Я работаю в Минфинии России и занимаюсь исследованиями в сети мировой экономики международных отношений РАЗ. Это с презентацией. И, соответственно, на местной работы, да, и местной, так скажем, исследований, когда... И я занимаюсь цифровыми платформами исследований, пишу диссертацию по этому. И когда, так скажем, исследовательский подход встречается с служебными задачами, в этом моменте сформировался, наверное, мой доклад о том, как, возможно, цифровые платформы, что они могут сделать в сфере моего ведения этой методологии госзаказов, госзакупок. Рынок госзакупок, он достаточно у нас большой, потому что, как известно, у нас достаточно экономика с большим участием государства, как и госкомпаниям, так и государственных учреждений, и по двум законам, 44 закон, который про госучреждения и 223 закон, который про госкомпании шляпят закупки, происходит достаточно много... достаточно много распределяется режимных средств. И вот в каких позициях платформы действительно могут значительно улучшить положение дел в госзаказе. Возьмем несколько тезисов, буквально пять лет. Первый тезис – это блок каталогизация. Платформа, если она включает в себя, так сказать, предложение поставщиков и сам набор этих поставщиков, могут собирать с нее данные о том, чтобы каталогизировать и понимать, что, собственно, является предметом контракта, что продают. Потому что известной проблемой на рынке госзаказа является неопределенность этого предмета контракта. Когда госзаказчик берет и покупает, например, елку, он берет и говорит, в контракте прописывает, или в плане закупок, что покупается сооружение зеленое, треугольное для развлекательных целей. Никто не понимает, что это такое, кроме тех поставщиков, которые являются филированными. И, соответственно, выставляется на лот, торгуется. Елка, допустим, сколько его стоит, грубо говоря, тысяч четыре, он ее выставляет за 50 тысяч, это сооружение зеленое. Оно торгуется, успешно достигается экономия, они 50 за 40 покупаются, например, в целом большая экономия, 20 процентов. И вроде как сделка прошла, контракт заключен, все здорово, сооружение стоит там, где нужно. На самом деле, если бы была платформа, и мы бы смогли действительно идентифицировать на основе сбора биг-дейта с поставщиков, о том, чем они торгуют, и когда заказчик берет и пишет ТЗ на некое сооружение, и на некий неопределенный предмет контракта, так скажем, системы информационные, могли бы понять, что из этого описания, скорее всего, грубо говоря, ты говоришь про йогу. Если мы могли бы идентифицировать вот эти товары и, так скажем, решить задачу классификации, каталогизации, это был бы достаточно большой пролив. Это первая задача. Вторая – это по референтным ценам. Что такое референтные цены? Цена по сопоставлению, как сопоставить цену госзаказа с рынка. Сейчас какая ситуация происходит? Каждый раз, когда, допустим, чиновники рассчитывают свою эффективность системы госзаказа, они показывают такой показатель, как экономия от начальной максимальной цены контракта. Что это значит? Вот мы, допустим, взяли то же самое сооружение и поставили начальную максимальную цену контракта 50 тысяч. Мы сэкономили там 20%. Это значит, что эффективно мы тратим бюджетные средства. Это здорово, но на самом деле, так как сам предмет совокупный, он неопределенный, может быть, во многом, и не все предметы закупок достаточно хорошо определены и структурированы, то вот этот показатель экономии, он мало нам что говорит, он может быть не настолько, он относительно объективен, но не настолько объективен, как нам хотелось бы. И в этом смысле лучше, вот есть подход о том, как снизилась цена от планируемой нашей, начальной максимальной цены контракта. А второе, это насколько цена закупки отличается от средней по рынку. Это совершенно другой подход, и этот подход мне кажется более верным. Действительно, вот вы госзаказчик, ваша эффективность то, насколько вы отличаетесь от рынка, от любого другого заказчика, который тот же самый компьютер или те же самые елки покупает в компанию или себе донатку. И в этом смысле, если мы сможем каталогизировать и классифицировать все товары, соответственно, мы можем выделить по ним цены. Если мы, допустим, возьмем поставщиков компьютеров с такими-то параметрами или поставщиков стульев синих, пластмассовых, и дадим возможность рынку на платформе, допустим, к этим позициям привязаться, сказать, что да, я продаю такие стулья, да, я продаю такие телефоны, то государственный заказчик, пройдя по тому или иному группе товаров, он сможет увидеть всех поставщиков, которые привязались по рынку. И вот по всем этим ценам может сформироваться так называемая референтная цена, то, с которой можно сопоставлять цены, по которым он закупает. В этом смысле со временем можно уйти от достаточно тяжелой системы госзакупок, которая очень много выделяет внимания контролю о том, как мы приглашаем поставщиков, чтобы все процедуры, всем процедурным контролем она выделяет очень много внимания, очень много документации на закон, дай бог нарушить процедуру, ведешь штраф, и так далее. И от этих всех штрафов уйти к тому, по рыночной цене ты покупаешь или нет, это гораздо более нормальный и естественный подход. Третья проблема, которая есть, это проблема связанная с единственным поставщиком. У нас, несмотря на то, что есть контрактная система и у нас должны быть конкурсы, порядка за 9 месяцев 16 года по 44-му закону, это 43% всех контрактов было с единственным поставщиком. То есть они не торговались. Да, 43%. А по 223-му закону по госкомпании там еще больше 53%. Это с единственным поставщиком. То есть с одной стороны у нас конкурсы, с другой стороны в столь значимом большом разрезе не торгуются. Очень много есть контрактов и поставщиков, которые заключены потому, что так приняло решение либо по указу президента, либо решение приняло правительство. Вот, и счетная палата один кейс выставляла о том, что закупка единственным поставщиком Росгеология на 14 миллиардов. И обычная такая история, когда закупаются какие-то работы у ЕД-поставщика, а потом бац, оказывается, что у ЕД-поставщика есть подрядчик, которому он берет эти работы, фактически передает. И в этом случае работа, которая за 14 миллиардов купила государство, он передала за 12, и 2 себе взяла прибыль. Ну, как бы здорово. Но если бы это был нормальный конкурс, если бы у нас была бы вот в этой сфере, на этом рынке бы платформа, которая оценивала бы, какие вообще есть игроки на этом рынке, которая бы разложила все работы, как-то по, так скажем, детализировала и поняла, какой есть состав участников на рынке, то мы бы поняли, что этот рынок, оказывается, является конкурентным. Там как минимум две компании есть. И вот эти 2 миллиарда, которые государство, ну, не то, что это неэффективное использование, это скорее упущенная выгода из-за того, что мы не знали, что этот рынок конкурентный. Нет, все знали по этому рынку, все знали. Все знали, это политическое решение. Это по поводу Росгеологии. Бизнес решение. Ну, я просто из-за этого отрасли, поэтому я в курсе. Да, хорошо, ладно. Вот именно, если вот, так скажем, хороший вариант, как с этим бороться, это, наверное, так происходит. Я, извини, я подключусь. На архитектику смотрите, то есть здесь же важно, кто знает, да? Все знают. Вот отдел методологии Винфина, который непосредственно предлагает нормативку по закупкам, он в каждой конкретной индустрии мало чего знает. Он пытается предложить некий новый модель. И в этом смысле, да, понятно, что в каждой конкретной индустрии мы все понимаем прекрасно, что там происходит, да? Но как поменять общие правила игры для того, чтобы это было понятно в том числе регуляторам, фасу, инфиту, и так далее, вот в этом смысле и есть задача, потому что решения фактически принимаются методологически на их уровне, а мы уже просто наблюдаем, кто и как является королевым заказом. Есть решения очень простые. У нас, извините, пожалуйста, у нас существует на рынке услуг и на любом профессиональном рынке есть профессиональные вузы, академии. Там, где очень много работает специалистов, которые являются независимыми экспертами. И то, что касается Минфина и любых госконтрактов, и в том числе госзаданий, да, то есть даже там сайт, там есть регистрация на госзадания. Так, если бы было бы желание, да, со стороны, скажем, государственных структур, то самое простое решение это, допустим, Минфин выступает как заказчик для разработки системы отраслевых услуг и перечня. Все очень просто. И отсюда тогда уже вырастают все игроки на рынке. А для этого надо сначала сформировать перечень услуг, которые уже через госзадания являются конкурентными на рынке. Нет, у меня вопрос, а это нужно? Поэтому это все можно сделать, было бы желание. Через госзадания это можно сделать. Это нужно? Другой вопрос, да. То есть кому это нужно? То есть вы говорите, что мы бы более эффективно использовали государственные средства. А это вообще нужно кому-то? Вам нужно? Вот мне, ну я там не участвую, то есть это не мой бизнес. Понимаете, там есть свои интересащие. Да, я отвечаю. Две моменты, которые рассказали в два тезиса, эти три сказал, про каталогизацию официального инвестиционного госзаджка. Третье, четвертое, про отдельные губеры в отраслях. Мы говорили про платформы отраслевые. И, допустим, если бы сейчас я хотел бы доехать до дома на такси и заказал бы эту услугу через официальный сайт закупок, я бы, допустим, здесь на неделю остался. На неделю ли? Прочетуем еще предположай, что неделю. Да, да, да. И это, может, была бы одна из самых дорогих поездок в моей жизни. Если бы это сделать через отраслевую платформу, которая уже существует на рынке, это Яндекс, Текси, Убер или ГЭП, то есть это гораздо было бы проще сделать. И наверняка существуют какие-то такие отрасли, в которых, в том числе и в госзаказе, в том числе и в рынке, можно было бы действительно гораздо дешевле закупать. И, возможно, отдельными решениями, порядок, возможно, вы подскажете, коллеги мне, и какие это отрасли, можно было бы сделать так, что в отдельных отраслях можно покупать не как обычно, а через отраслевую платформу. Допустим, если мы говорим, коллеги упоминали о строительстве, о ГИП-платформах в том числе, если использовать именно, сделать так, что, допустим, не подрядчик и субподрядчик распределяли, да, контракт на строительство, и возникали те проблемы, которые зачастую возникают. Это были бы цифровые платформы в сфере строительства, которые как раз нарезали всю проектную, ну, делали модель, во-первых, того объекта, который нужно построить или реконструировать, нарезали бы все работы, нарезали бы все товары и, соответственно, сделали прозрачные эти, ну, и просто бы привлекали субподрядчиков, вот, то, возможно, это было бы более эффективно. Это касаемо отдельных отраслевых платформ. И пятое-последнее, это про рейтинги и репутацию. Сейчас есть в 44-м законном случае такое понятие, как обеспечение контракта. Есть обеспечение заявки, что если вы хотите просто участвовать в тендере, вы немножечко кладете денег, вы выиграли, не выиграли, эти деньги, соответственно, вам обратно возвращаются. Есть обеспечение контракта, когда вы законтрактовались с госзаказчиком и до 30% госзаказчик берет у вас деньги для того, чтобы он точно знал, что вы, скажем, не кинете, хотя бы у вас, у него останутся вот эти 30%. И это сделано для того, чтобы обеспечить безопасность у заказчика. Но если платформы имеют такие механизмы, как рейтинги, если действительно на Алибабе таких случаев, когда, допустим, заказчик, ну, в этом случае, это может быть физлица, юрлица, они имеют достаточно высокий вот этот процент доверия к поставщику, сама платформа обеспечила вот это доверие, как рассказывал Алексей, да, то есть, то, возможно, вот эти, с этими цифрами значительно их можно уменьшить. То есть, риск менеджмента этого государства, ну, можно меньше платить, ну, брать вот эти обеспечения у поставщиков и, соответственно, увеличить к ним доступ к рынку, как мне кажется. И, наконец, как последний тезис, можно сказать, что именно платформы могут, ну, как и в сфере госзаказа, как и в многих других сферах, они могут привести к тому, что все же госуправление у нас будет основано на данных. Не на каких-то там решениях, которые где-то в кабинетах принимаются, на основе там различных факторов. А все же это будет, так скажем, дата-драйвинг гамма, где у нас будут объективные данные, которые видят и рынок, видят и государство. И на основе вот этих данных мы сможем принять решение. Или в госзаказе, или в любую другую сферу. Пожалуйста. Спасибо, Саша. Меня зовут Мусакей, я аспирал на конечном услуге, то есть, ну, это моя больная тема, что государство эффективно, и к тому, что мы занимаемся в области. Знаете ли вы, сколько в России государство информационной системы? Сколько? Сколько в России государство информационной системы? Информационной системы? А эффективность, что даже это слово нельзя называть. Да. Это недавний поликой. И к тому, что, знаете, это дело. Потому что наша страна, государство, когда держит 7% прямого контроля, то мы, государство, понимаете, что мы в государственном секторе можем сами собой. То есть у нас не было гаранции, не облома, а какому-то самостатку. То есть на этом уровне эффективности управления этого фотоскопа. В общем, я смотрю, честно говоря, Алиэкспресс, заменить ее почту России, например, да, и дальше, например, может, один из других выпускников аналитики. Понимая весь ужас фотоскопы, как вы сегодня живете, я сейчас не представляю. Отлично, потому что там ваша оценка успешна. Как же они с этим растутся? Я думаю, коллеги знают, что прогружены в тему по поводу именно цифр и данных, но на самом деле я рассказываю тогда про отдельные Уберы и все прочее. Очень большой момент, для сотрудников Минфина, может, это важно, что это те решения, на которые не то, что появление отдельного Убера, это не то, что должен взяться, госконтракт появится, мы деньги так, создаем, Уберы во всех отраслях промышленности. И давайте там по госконтракту деньги на это распределять. Это должно быть какой-то формат, наверное, ГЧП, в котором именно за деньги частного бизнеса, то есть без привлечения бюджетных средств, можно было бы такое сделать, а государство бы, ну, сформировало определенную среду благоприятную для них и пользовалось им это. Спасибо. Можно еще вопрос маленький? А когда вы говорите государство, вы кого имеете в виду? Вот это конкретный чиновник, или это я, или это сообщество? Что такое государство-то вообще для вас? Работодатель ваш, который деньги платит вам? Републично-правовое образование. То есть корпорация. Российская федерация, то есть, как и правительство. Вопрос федерический. Потому что в зависимости от того, то есть, если мы хотим сделать для государства лучше, то конкретно для чиновника лучше, и так все хорошо, делать ничего не надо. Если мы для Путина, ну, условно, там, для самого главного владельца, то там, понятно, надо другую систему какую-то. Если для меня нужно делать, как составную часть этого сообщества, то другая вообще система. Я скажу абсолютно точно. Вот у нас цель – это эффективность бюджетных расходов. Эффективность бюджетных средств – это те деньги, которые... А, то есть на самого главного владельца. Все, понятно. На налогоплательщик. Ну, понятно. Спасибо. Ребята, я предложу чуть-чуть поменять свое отношение к тем выступающим, которые здесь присутствуют.